Новое видео выходит каждый день в 20.00. Дорогие зрители, а также смотрители, а также подписчики, а также всё вместе взятое, то что я сказал до этого, что неважно кого. Перед началом данного вот видеоролика, вернее это уже ролик, неважно что, я бы хотел вас спросить, а знаете ли вы про такого человека, как Исю? Ну, знаете ли вы, кто это такой, чем он занимается, благодаря чему, в свою очередь, стал знаменит и многое другое. Я предполагаю, что многие из вас всё-таки знают, кто это такой. А если вы знаете, то вы плюс-минус можете предположить, какой же пиздец будет дальше. Ну что ж, давайте начнём. Вы знаете, пару месяцев назад Иси выпустил такой ролик под названием «Продажная, GTA Самп Ютуберы или что-то такое». По кадру пересказывать данный ролик, я думаю, не имеет никакого смысла. Если захотите, то с превеликим удовольствием сможете его посмотреть на канале Иси. Ни в коем случае не реклама, вообще бы никому не советовал ничего смотреть, но мало ли, в ознакомительных целях захотите ознакомиться с данным каналом. Если так, то милости прошу, вводите на Ютуб там «Ися Самп» и находите, в свою очередь, данный канал. Так вот, в чём же была суть его ролика-то? Изначально я подумал, что он расскажет о доходах каких-то самперов, о которых он знает. Ну или как минимум расскажет то, сколько зарабатывает он. Однако, я величайшим образом ошибался. Потому что в данном ролике он говорил про маленьких самп-ютуберов, которые уже там добрались до тысячи, до двух тысяч подписчиков, и уже начинают вставлять рекламу в свои ролики. Причём как рекламу сервера, на котором они играют, так и рекламный перерол, который идёт в начале видеоролика. И вы знаете, вот я что-то такое припоминаю, но я таки не смог найти тот ролик, где бы я говорил что-то подобное. И, если я всё-таки говорил такое, то я бы хотел сказать, что я вот публично сейчас заявляю о том, что я меняю мнение. Я вот думал, думал и передумал. Ведь я полностью забыл о том, с чего я начинал. И вспомнив об этом, я понял, что чуваки делают правильно. Я бы хотел, вот если меня мало ли смотрят основатели каких-либо серверов, я бы хотел вам сказать, если вы думаете, брать ли там какого-нибудь маленького GTA-самп ютубера там тысяча, две, три тысячи подписчиков, безусловно, берите. Тем более, сколько у них там будет просмотров, это тоже такой, знаете ли, показатель. Но, понимаете, ребят, вот когда я начинал делать какой-то контент на ютубе, у меня не было ровным счётом нихуя. Да, был очень слабый мамин ноутбук, который еле-еле вытягивал монтаж 8-минутного ролика без особых каких-то плагинов и так далее. Просто склейка, какой-нибудь прямой переход по типу затухания и всё. И сейчас я поднялся, если так можно сказать, до компьютера там за 25, по-моему, тысяч рублей. До микрофонов, которые я прямо сейчас говорю, за 5 тысяч рублей. И до, ну ещё не Ида, а до наушников Sennheiser там за 1500 рублей. Ну это чисто такое, я купил, чтобы звука более-менее как-то мониторить в своих видеороликах. И до веб-камеры там Logitech C922 ProStream за, по-моему, 6 тысяч рублей. И, вы знаете, если бы меня, в свою очередь, не брали какие-то вот проекты поначалу, я бы не знал, смог ли я вообще этим заниматься. Смог ли я добиться того, чего я добился сейчас? Мне непонятно. Я до сих пор бьюсь в догадках и раздумьях по этому поводу. Я вот просто не знаю, если бы мне тогда отказали абсолютно все проекты, с которыми я старался сотрудничать. Что было бы сейчас, мне непонятно. Именно вот эта вот денежная мотивация в самом начале дала мне вот такой вот стимул делать ролики на второй канал бесплатно, каждый день в 8 часов дня, наверное, или вечера, и на первый канал делать рекламные ролики 3 раза в неделю. То есть, по итогу, в неделю я выпускаю больше 7 роликов. Не потому, что я хочу заработать много денег. Господи, на втором канале вообще нет ни монетизации, никаких рекламных предложений, ничего. Я просто делаю, потому что мне это нравится. И если бы мне не платили, или я бы не брал деньги за ролики, я бы все равно снимал. Просто качество роликов оставляло бы желать лучшего. Вы можете зайти на мой первый канал и посмотреть мой, как вы, наверное, думаете, самый первый ролик по сампу. И там плохой микрофон, но хотя бы можно расслышать то, что я говорю. Там очень мало FPS при записи. Там какое-то странное кодирование, что ли... Ой, извиняюсь, сейчас поп-фильтр задел, извиняюсь. Там какое-то странное, что ли, кодирование ролика и так далее. Но так или иначе, это был мой не первый ролик. Отнюдь начинал на ютубе я вообще с Майнкрафта. Это долгая история, я его рассказывал в самом первом ролике на этом канале под названием Начало. Если что, можете посмотреть. И вы понимаете, я просто... Я вот смотрю на то, с чего я начинал и чем я закончил. То я благодарен всем проектам, с которыми я сотрудничал. И я хочу сказать вот каким-то малым, начинающим проектам. Берите вы этих чуваков с тысячей, с двумя тысячами подписчиков. Для них это очень важно. Ведь на ютубе, на самповском ютубе сейчас достичь хотя бы тысячи подписчиков, это уже сложно. Вот у меня, вы можете знать, я выпускаю ролики каждый день в 20.00. И у меня вот сколько вот на момент записи данного ролика сейчас 1 февраля 2019 года. Я не знаю, когда я выложу данный ролик. У меня вот на канале на данный момент, вот я сейчас даже обновлю. У меня 131 подписчик. При том, что я выпускаю ролики каждый день уже на протяжении более чем одного месяца. И вот так вот. А вы представляете, сколько мне нужно выпустить роликов для того, чтобы у меня было 1000 подписчиков? Это... Я не хочу сказать, что это какой-то колоссальный, блять, труд и так далее. Нет. Мне нравится этим заниматься. Возможно, это труд для того, кому не нравится этим заниматься, кто пришел сюда ради денег. Но так или иначе, это было такое маленькое обращение к проектам. Которые вот не хотят брать каких-то маленьких ютуберов и так далее. Берите вы этих маленьких ютуберов, платите вы им эти копейки. Они за эти копейки купят себе оборудование более-менее. И уже усовершенствуют контент в будущем, если вы действительно видите, что они хотят этим заниматься. В общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.